Девушки отдыхают Девушки отдыхают Михаил Сергеевич, мы вас застали дома. Как часто вы бываете дома? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Потому что дома я все-таки отдыхаю. Мне очень спокойно, уютно. Это мой дом, моя крепость. Когда бываете дома, как проводите время с семьей? Семьей у нас очень много вариантов времяпривождения. Но единственное, что у нас семья не всегда вместе собирается в полном составе. У меня жена рядом, собачка. Наша Мотя там тоже член семьи. А Олеся, к сожалению, сегодня работает. Она у меня врач. Вместе мы проводим время по-разному. И дома нам хорошо, интересно. Мы просто общаемся, бездельничаем. И валяемся на диване. Смотрим фильмы. Какие-то домашние ставим фильмы. Смотрим. А иногда просто ходим в кино или занимаемся каким-то шопингом. Иногда ходим в парки. Любим ходить. Наши у нас прекрасные, красивые парки. Семьей дорожки сделали, такие проложили. Ну, да, на море ездим, плаваем. Если есть, для этого время. Потому что я вам это рассказал. Это я рассказал, наверное, на несколько лет вперед. Свою программу, как бы я хотел, чтобы провести время с своей семьей. Михаил Сергеевич, самое раннее воспоминание детства? Это такой сложный вопрос. Знаете, вот как-то, ну, мне кажется, вот, может быть, Новый год можно вспомнить, когда отец перейдился к Деду Морозу и зашел, там, как-то таким басом начал разговаривать, стучать посохом, там, что-то с подарком. Мне уже-то ничего не хотелось. Что-то он спрятался под елку, нырнул туда. И меня оттуда долгое время не могли достать. Вы испугались? Пока, я испугался Деда Мороза. Я такого Деда Мороза не видел еще. Не ожидал, так неожиданно. Пришел, начал стучать, там, где-то, где этот. Папу не узнали? Не узнал. А сколько вам было лет? Я думаю, там, 4, наверное, года, может, 3, не знаю. Но спрятался под елкой. Скажите, пожалуйста, вы в детстве дрались? Как все мальчишки, конечно. Конечно, дрался. С кем обычно дрались? С друзьями? Врагами? Нет, с друзьями точно не дерутся. Но врагов-то особо там и не было. Это такое самоутверждение. Но в большей степени мы, конечно, защищали кого-то. Я достаточно развит был в этом отношении. Потому что меня родители позаписывали во все секции какие-то только можно. Чтобы я был занят. И немножко оторвали от улиц. Возвращаясь к вашему детству. Как вас ласково называли родители в детстве? Рыжик. Почему рыжик? Я тогда был, наверное, больше рыженький, светленький. Сейчас вот с возрастом у меня уже седины, наверное, больше и темнее стало. А в детстве я был такой, светлые волосы. Почему-то рыжиком. Мама называлась. Ну, вот так. Был рыжиком. Можете себя называть послушным ребенком? Или все-таки хлопот доставили родители? Нет. Я хлопот доставлял и родителям. Спасибо, что они это все выдержали, вытерпели. И своим учителям. Я достаточно был беспокойный, очень активный ребенок. Какие-то конкретные случаи можете вспомнить? Ну... В школе, допустим? Да, там каждый день был случай. Каждый день создавал трудности. Если мы, я не разбираюсь там, где-то кого-то не защищаю в каких-то столкновениях, в школьных разборках, то с какими-то там трубочками плевался, еще что-то. Ну, такое не очень, скажем так, хороший был ответственный школьник, учтенник. Родители очень вас ругали за это. Ругали, да. Но все равно они меня защищали до последнего. Говорили, это наш самый лучший ребенок. Не может быть, он очень хороший. Очень правильно. Хотя получал иногда от отца. Но, видимо, мало. Я думаю, что надо было больше. Может быть, еще лучше стал бы хорошим человеком. Пользы бы больше стране принес, людям, семье. Но, тем не менее, вот сделали родители все от них возможное, чтобы я стал достойным человеком, гражданином нашей страны. У вас был в школе любимый предмет, куда вы ходили с удовольствием? У меня биология нравилась, история нравилась. С удовольствием. Вообще, мне кажется, что я больше гуманитарий, чем какие-то точные науки, математика. Хотя математика мне тоже нравилась. Моя учительница, я очень дорожу ею. Она до сих пор еще жива. Она ветеран Великой Отечественной войны с медалями, наградами. Скажите, вот кодекс чести русского офицера 1984 год. В 2014 году пригодился? Он пригодился не только мне, я думаю, всем крымчанам, всем моим соратникам, однополчанам. Конечно, он не меняется. Офицер, он, знаете, несмотря на поколение, остаются принципы, которые были заложены еще нашими дедами, прадедами. Они сохраняются по сей день. Вот в 2014 году многим было очень страшно, на самом деле. А вам? Тоже. Я думаю, что это нормально. В феврале 2014 года начали собирать ополчение. Тогда было немного людей. Вообще... Около двух тысяч, по-моему, да, если я не ошибаюсь? Их было больше десяти тысяч потом по Крыму. А на самом деле все ополчение, это все крымчане, это и было ополчение. Ни одно бы ополчение смогло справиться с теми задачами, которые стояли. Объем задач очень большой был. Без поддержки крымчан реализовать их было невозможно. Помогали чем? Кто мог? Кто теплые вещи давал? Кто еду приносил? Кто-то деньги приносил? Ну, все, что можно, все возможное, все для победы, как говорится. Как вот в Великой Отечественной войне, так и у нас было. Но слава богу, что у нас прошло все бескровно. И, как говорится, без единого выстрела. И еще и все в рамках закона. Помните ли вы годы службы в армии? Конечно. Как это было? Не самое простое время. Выпало на долю тех офицеров, которые в то время служили. Это 90-е годы. Тогда не платили зарплат. Выживали за счет каких-то пайков небольших. Очень тяжелое, непростое время. Но тем не менее, благодаря активности, молодости, силе, вере в будущее, мы воспитывали солдат. Строили планы на будущее. Ну, вот дослужился до майора. Это тоже старший офицер. Это, конечно, не самое высокое звание воинское. Но я даже горжусь этими погонами. Потому что они были трудовые, тяжелые и непростые. Это и была ваша первая работа? Или раньше вы еще в юности, возможно, работали где-то? Работал. Конечно, работал на машиностроительном заводе. Цех АГМ. Машиностроительный завод. Это был крупнейший машиностроительный завод в Советском Союзе. В то время выпускал тракторные тележки. Практически все тракторные тележки, которые вы сегодня увидите, это машиностроительный завод. Какую зарплату вам тогда платили? Сколько это было? Зарплата была небольшая. Там, по-моему, зависело от разряда. Там, по-моему, порядка 70 рублей, что-то в таком формате. Для меня это были большие деньги, первые деньги. Я там помню и торт купил, родителям принес. Для меня это была какая-то, знаете, гордость, что я заработал. Сколько вам было лет, когда вы познакомились с вашей супругой Оксаной Николаевной? Я еще был тогда курсантом. Вот точно помню, что был курсантом. И мы встречались достаточно продолжительное время, примерно полтора-два года. После этого поженились. А пришлось добиваться любимой женщины? Ну, конечно. Конечно. Но у меня такая любимая женщина, знаете, у нее такие порядки в семье. Она как-то больше прислушивалась родителям. Поэтому я ухаживал за любимой женщиной, а руки пошел просить к родителям. Она даже об этом не знала. И уже поставили перед фактом. Но я очень благодарен, что она согласилась. Оксана Николаевна, какой человек Михаил Сергеевич в жизни, в быту? Ну, в быту, наверное, непроблемный. А так бывает вредный. Ну, в общем-то, как все мужчины. Но в основном непроблемный, наверное. Готовит вкусно? Готовит вкусно. Воскресные завтраки? Воскресные завтраки, да. Но это как-то так у нас традиция такая долгая уже. А так в основном... На него можно положиться? Да. Когда вы уже поженились, в вашей жизни произошло настоящее чудо. Родилась Олеся. Помните ли вы день, когда она родилась? Конечно, помню. Помню этот день замечательный. До родов приехал, чтобы увидеть свою дочь, когда она родилась. Вот первый день. Мне уже говорили, что вот накануне. Но, к сожалению, пришла телеграмма, меня вызвали на учение. И я собрался, уехал. И уже приехал, когда уже дочь была достаточно большая. Уже три месяца, по-моему, прошло. У меня достаточно долгое, продолжительное время не было. Она была голубоглазая, помню. Светленькая. На кого похожа? На меня, конечно. Конечно, меня, да, вы сейчас можете увидеть по фотографиям. Это вылитый я. Это наша гордость, это наша любовь. Это тот человек, вокруг которого, собственно, мы крутимся, наша семья вертится. И стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы она была счастлива. Что, когда вы бываете дома, не любите делать больше всего? Не любят. Это не делать что-то по работе, вы имеете в виду? Нет, по дому. По дому? В принципе, я делать все могу. Когда меня припечет, я все делаю. Вообще абсолютно все. И неплохо кушать варю, и убираюсь. Ну, а так вот лентяничать люблю, конечно. Спасибо жене, она мне это позволяет. Но я, в принципе, перекрываю ее, там, посуду мою такую. Если ее не так много, там, посудомойку не надо забрасывать. То, фактически, это вот моя такая функциональность. Я стараюсь помыть посуду. А готовить любите? Готовить люблю, но люблю больше, когда вот друзья приходят. Знаете, вот не повседневная готовка пищи, а так вот разовые праздничные варианты. А что у вас получается лучше всего? Может, у вас есть какое-то коронное блюдо? У меня самое коронное блюдо, не поверите, очень сложное блюдо. Это пюре, картошка. Она у меня получается воздушная, необычная, хотя вроде казалось бы, да, вот свари картошку, растолки. Нет, у меня там целая технология. Ну, а еще у нас традиция есть семейная. Выходные дни, если никуда не задействован, никуда не уезжаю, то готовлю завтрак. Ну, как правило, у меня воскресенье выпадает, вот такая очередь. Я готовлю завтрак. Омлет. Жену приглашаю. А я как бы вот говорю ей о Лаверде, или спасибо за то, что она в течение этой недели меня вкусно кормила. У вас еще есть один член семьи, который нас очень радушно встретил. Это Мотя. Это раритет. Это моя игрушка, которая уже, наверное, лет 47. Вот отдали Моте, мне понравилось. Нет, она так не играет, да? Она так и не играет, она на земле. Она немножко жадная собачка, она любит ее отобрать, забрать, спрятать. Да, она любит больше всех. Ну, я думаю, что маму больше всех, Оксану, Жену. Какой момент в своей жизни вы можете назвать переломным? Переломным? Ну, я думаю, это 14-й год, потому что вот жизнь моя разделилась на то, что было до и после. 14-й год, это, наверное, был самым таким переломным, знакомым периодом в моей жизни. Если говорить о соседях, с соседями дрожите? Конечно. В гости входите к ним. Ходим, у меня есть тоже соседи, которые тоже есть собачки. А у собачников это особая каста, это такая банда. И вот мы с утра, если я с утра рано проснусь и иду к собачке, то я с ними хожу. Если нет, то Оксана у меня тут общая. Она у меня тут кормит всех кошек тут в округе, выходит, и за ней все коты, эти собачки. И говорит, расстраивается, постоянно хочет кого-то принести. Я уже своим помощникам всем пораздавал по коту, там, по собаке, уже не знаю, куда пристраивать их. Для чего вы пришли в политику? С какой целью? Чего вы хотите добиться? Что, может быть, что-то поменять? В целом, конечно же, основная задача – это помочь людям. Решить какие-то те насущные проблемы, которые стоят перед людьми каждый день. Вот с этой целью, собственно, мы идем в политику. Михаил Сергеевич, спасибо вам большое за откровенный разговор, за гостеприимство. Это была программа «Напросились к...». Увидимся!